Девушки отдыхают Моя жизнь – смертный приговор Это и жизнью назвать сложным Помолитесь за меня Нога! Садитесь, вы меня разозлили Это совершенно неприемлемо Мам Все нормально? Сегодня мы наконец переезжаем в Хьюстон Всю неделю у меня была ужасная простуда Мне пришлось пользоваться кислородным концентратом И мои легкие едва справляются Организм отказывает Но я намерена доехать до Хьюстона Если я хочу, чтобы мне стало лучше То должна сделать этот шаг Но меня по-прежнему пугает неизвестность Поехали Я больше не могу лежать в кровати И ничего не делать Это мой последний шанс Я должна сделать это Несмотря ни на что Я намерена вернуть свою жизнь Мы наконец приехали в Хьюстон Поездка прошла ужасно Поэтому я рада, что мы доехали Нам не удалось снять квартиру Поэтому мы временно остановимся в отеле Закри, я сейчас Я ничего не могу делать Я из машины едва могу выбраться И я боюсь, что мой организм слишком слаб, чтобы справиться с этим Я даже не могу помочь Джеймсу и Закари с сумками И я уже привыкла, что Джеймс всегда рядом Но я в ужасе от того, что меня ждет Ведь Джеймс в любой момент может уйти Желаем приятно провести у нас время Спасибо Меня пугает мысль, что рядом нет никого, кто бы мог мне помочь Так жить нельзя Сегодня мой первый прием у доктора Назардена после переезда в Хьюстон К сожалению, я не придерживалась диеты, узнав, что Джеймс любит другую Я нервничала, сорвалась несколько раз Не знаю, что буду делать, если набрала вес снова Приехали Да Пойдешь со мной? Пора тебе самой это делать Я знаю, но я думала, ты будешь мне помогать Я помогаю, но я не обязан сидеть с тобой на приеме у врача Понимаешь меня? И уж прости Я думала, ты войдешь Ну ладно Извини Напиши, как узнаешь что-нибудь Я очень расстроена Поверить не могу, что Джеймс не пойдет со мной на прием к врачу Он ведь здесь, чтобы поддерживать меня Это очень важно А Джеймс просто посидит в машине Я так старалась похудеть В прошлый раз я весила 249 килограммов И доктор велел мне продолжать в том же духе Надеюсь, мне удалось похудеть хотя бы на 20 килограммов Вы молодец Поверить не могу Я поставила себе цель и достигла ее Но я не чувствую радость Потому что совсем одна Здравствуйте Здравствуйте, как ваши дела? Хорошо Так, вы переехали в Хьюстон и придерживались диеты Да Вы похудели на 24 килограмма Замечательно Вы сбросили почти 45 килограммов А это очень много Самочувствие ваше улучшилось? Да, но последние недели мне было нелегко Дело не только в переезде У нас с мужем тоже не все очень гладко Что происходит в ваших отношениях? У него появилась другая На самом деле мы давно не жили как муж и жена Он скорее был моей сиделкой Ясно Нынешнее состояние ваших отношений вызывает у меня беспокойство Если дома у вас не будет поддержки Вам будет гораздо сложнее все это пережить Это очень непросто Джеймс будет мне помогать Мы просто не будем вместе Все сложно, да? Да Ясно Эмоционально это будет вас угнетать И в итоге приведет к срыву Наверное И это нужно предотвратить Я считаю, нам нужно отложить вашу операцию А вы пока походите к психотерапевту Хорошо Я запишу вас на прием к врачу Надеюсь, это вам поможет Да А также даст вам больше времени Чтобы похудеть и поправить состояние легких Я настроена решительно Я все сделаю Отлично, Тэми Что ж Вы молодец Спасибо До скорой встречи Увидимся Тэми Тэми удается худеть Однако Ситуация в ее семье кажется довольно сложной Я не знаю, сможет ли она справиться Без должной поддержки В данный момент она должна Сосредоточиться на своих переживаниях Обо всем, что происходит в ее жизни Пока это не стало еще более серьезной проблемой Пока она не разберется с этим Было бы весьма неразумно Делать такую операцию Я горжусь своими успехами Но я злюсь на себя Ведь я поверила, что Джеймс и правда будет мне помогать Я должна сделать следующий шаг И пойти к психотерапевту Надеюсь, вскоре после этого мне назначат дату операции Потому что я очень хочу жить Сегодня я схожу к психотерапевту И поговорю с ним о том, что меня беспокоит Как я дошла до такой жизни Почему я поступаю так, а не иначе Я расстроена, что операцию отложили Но если доктор считает, что так нужно, так тому и быть Я лишь хочу двигаться дальше А этому не бывает, пока мне не сделают операцию Я знаю, что у меня много проблем И они влияют на то, как я себя воспринимаю Я никогда не любила быть в центре внимания Поэтому очень волнуюсь Здравствуйте, я Рэйчел Приятно познакомиться Взаимно Проходите Садитесь на диван Что ж Спасибо, что пришли Давайте приступим Для начала расскажите мне, как у вас дела Мне тяжело из-за всего, что сейчас происходит Из-за чего? Что вас беспокоит? Муж от меня уходит Перед отъездом я узнала, что Джеймс любит другую О, Боже Я буду сама заботиться о себе и о сыне Закаре Боите, что не справитесь? Да, потому что я ничего не делала в одиночку До того, как я потеряла контроль над своим весом Я была независимой Ходила куда хочу, делала что хочу У вас всегда были проблемы с весом? Да Еда всегда имела для меня большое значение Все началось в детстве Папа умер, когда мне было восемь Прямо у меня на глазах А мама замкнулась в себе В каком-то смысле вы потеряли обоих родителей? Да, мне было очень одиноко Понятно Это очень ранило вас Как еда помогала вам справляться с этим? Только еда и доставляла мне радость Хотя она и разрушала мое тело Именно И теперь я пытаюсь с этим разобраться Расскажите мне о Джеймсе Мне с ним очень легко Все эти годы он говорил, что все нормально Что он будет любить меня даже такой Он потакал вам, позволял себя губить Казалось, он всегда был рядом, когда я нуждалась в его помощи Но Джеймс был очень грубым Он оскорблял меня Как это повлияло на вас? Стало еще хуже Я привыкла слышать, что я ничто Вы заслуживаете лучшего Говорите это себе Эти слова будут благотворно влиять на вас, а не разрушать психику Тэмми, вы сказали, что стали обращаться к еде в попытках справиться с эмоциями Когда у вас в жизни случался кризис, Джеймс приходил вам на помощь Со всеми этими отношениями нужно покончить Откажитесь от того, что вас губит Было бы здорово, ему не нужно всегда быть рядом со мной Важно построить отношения, к которым вы бы обращались в трудную минуту Всегда их не хватало Да Вы бы могли каждый день связываться с человеком, общение с которым вас не отравляет Я постараюсь чаще общаться с людьми Отлично, это очень хорошо У меня впереди долгий путь Вы берете свою жизнь под контроль, а это замечательно Прогресс намечен Продолжение следует...